Здравствуйте, уважаемые подписчики, новые зрители. В этом видео мы сейчас вам покажем, что может инструмент, который был изготовлен давнее-давно. И в этом видео мы будем показывать его все основные функции. Это так называемая циркулярка, ручная циркулярка. Она приехала к нам из Советского Союза, мотор был перемотан, пропитан, как положено. Вот уже лет 20 она, ну не изо дня в день, но хотя бы один раз в неделю, она выполняет свою функцию. Этот станок был изготовлен для того, чтобы работать с большими листами ДСП. Линейка, вот эта, изготовлена из двух 10-ти миллиметровых фанерок, склеенных вместе, закрепленных на корпусе вот этого двигателя. Так как у нас не было чехла защитного, мы изготовили вот такой вот кожушок, и он нам очень хорошо помог. Во-первых, он чем хорош, он не забивается, единственная опасность вот этого внизу, у этой пилы, вот этого двигателя нету, и тогда не было предусмотрено тормозного электротормоза, как мы показывали на Маките. Этот двигатель трехфазный, на 220 вольт, просто так его в розетку включить невозможно, и поэтому мы собрали определенное количество конденсаторов, вот сюда их поставили, сделали их не пусковыми, а рабочими. И вывели вот такую шнур, на вилку, и она у нас работает. Может быть у нее сейчас, по мощности эта пила была когда-то 650-700 ватт, больше мощности тогда еще не было. Значит, сейчас вот при установке конденсаторов, конечно, какая-то потеря произошла. Для чего изготовлена эта линейка? Эта линейка изготовлена для того, чтобы ровно пилить, ровно пилить, окромить ДСП. Когда-то мы работали со шпоном, в больших количествах мы оклеивали щиты ДСП. Размер их тогда был первоначально 90 на 3 метра, мы их оклеивали шпоном, и для того, чтобы их привести в благородный вид, нужно было оклеить шпоном и обработать по периметру, так как края шпона свисают, это некрасиво, и это вот такой вот станок был придуман для работы. Для того, чтобы им удобно было работать, сейчас я покажу, каким образом это делается. Ну, мы знаем размер, а вот для вас я сейчас покажу, от пилы и до вот этого края, от пилы, вот до этого края, у нас 14 сантиметров. Значит, мы работаем так. Я покажу это на примере правила, а так-то, в общем, в лучшем случае нужно брать тоненькую линейку, тоньше вот этой вот линейки. Вот эта у нас сторона, она идеально параллельна вот этой стороне. Даже немножко нужно делать сзади, чуть-чуть, ну, на полмиллиметра, чтобы было вот это расстояние больше. То есть, если здесь 140, то здесь 140 и полмиллиметра. Значит, делается так. Нам нужно обрезать, предположим, вот эту дверь. Резать мы ее не будем, я просто утрирую и покажу, как это делается. Значит, вот у нас линейка. Вот нам нужно обрезать, допустим, 10 миллиметров. Мы делаем не 140, а ставим 150. Делаем отметку. Делаем вторую. Устанавливаем по этой отметке эту линейку. Я сейчас делаю по-другому. Я сейчас возьму, вот сюда прикручусь шурупами, и чтобы показать, как это можно сделать. Так как шуруповер доставать долго, я просто покажу обычной отверткой, я это сделаю. Вот теперь здесь у нас 150 миллиметров. Значит, рез вот этой пилой будет где-то в районе 140. Примерно вот здесь будет происходить рез. Вот в этом месте. Не хочет маркер писать, но ладно. Мы берем пилу, приставляем ее к линейке, запускаем, и не смотрим уже вот сюда. На пилу нам не нужно смотреть, смотрим вот сюда. Пила вращается навстречу. Для чего? Если ее пустить в эту сторону, она внезапно начинает, если вдруг что-то посерьезное попадается в материале, она подпрыгивает и побежала. Очень сложно держать. А так она сама себя держит. И мы начинаем двигаться по линейке. Таким образом, мы пропиливаем и кромим материал. То есть мы делаем эту сторону ровной. Эта сторона нам нужна ровная для того, чтобы... Это как базовая. Она нам нужна для чего? Для того, чтобы потом, в дальнейшем, работать на циркулярке и производить распилы определенных, ну, нужных нам размеров. Это первое. Второе. Вторая функция этого инструмента значит... Еще и такая. Мы можем пилить под углом. Сейчас я покажу, каким образом это можно производить. У нас есть еще один шаблон. Он у нас просторечко называется угольник. Хотя он не особо-то и похож на угольник. Вот мы делаем заготовку. Вот. Берем этот сам, так называемый, угольник. Он представляет собой вот такой кусок фанеры. Вот здесь набит упор. Ну, это десятка реечка, двенадцатая реечка, вот эта самая. Вот этот угол, что этот, что вот этот угол, они у нас идеально 90 градусов. Когда я изготавливаю, нужно очень аккуратно изготовить эту фанеру. Здесь можно было пропилить отверстие, чтобы облегчить. Ну, так как мы сейчас этим угольником пользуемся редко, нам и вот этот позволяют сделать. Мы можем, то есть напарник устанавливает, опять же, нужный нам размер отступает, что предположим, что здесь неровная сторона. Опять же, отступаем 15, там 16, сколько нужно. Напарник держит пилу, вернее, этот шаблон, вот этот, я беру пилу и таким же успехом отойдем вот туда. И таким же образом, как я показывал, перед этим я так же начинаю кромить. При обрезке вот этой стороны и вот этой стороны у нас здесь получается 90 градусов. При помощи этого угольника можно строить предварительные заготовки. То есть можно не только так отступить, ну и, соответственно, вот так отступить, а чтобы пила не достала до стола, для этого существуют вот такие козлы. Смотри, их желательно иметь четыре штуки. Для чего? Для того, чтобы было удобно работать. Сейчас мы просто показываем, каким образом можно работать при помощи вот такого угольника. Он очень удобен. Ну, если... Ну, и бывают моменты, когда, ну, нет никого. как бы вот это окромить. Да очень просто. Берем струбцину, зажимаем, вот эту упираем, зажимаем вот здесь ее, непосредственно прижимая вот этот шаблон угольник к материалу и так же работаем в одиночку. Но есть одно маленькое но. При технике безопасности желательно пророть трубциной прикрутить сам материал к этому козлам или столу отработать к чему-либо. Это очень удобный угольник, он у нас все время находится в мастерской. Мы с ним, когда приходится крупные листовые материалы кроить, очень часто им пользуемся. Пила позволяет работать не такой большой скорости, у нее не такие большие обороты. Раньше были максимум 3000 оборотов на валу. А раз 3000 оборотов на валу материал обрабатывается более-менее нормально. Единственное, что когда ставишь победитовую пилу, с ней немножко слабоват. Она для этого слабовата, потому что победитовый пилы с победитовыми наплавками более широкий пропил и нагрузка. У нас стоят обычные пилы, мы ими работаем прекрасно. Еще одно приспособление, которое мы хотим вам показать, значит, оно предназначено для выездных работ. В это же пила она может нести и функцию циркулярки. Допустим, мы выехали на изготовление сауны. Хозяин привез рейки какой-то для каркаса. Мы ставим, начали устанавливать и вдруг рейка заканчивается, но у хозяина есть какие-то доски, которые можно применить в дело, и хозяину не хочется ехать, или его нет дома, или мы не можем выехать по простой причине, что нет возможности нужно делать дело. Для этого мы сделали приспособление, которое помещается в машину, в багажник. Это кусок пластикового щита, когда у нас в монстерской был. Он небольшой высоты, потому что очень просто можно это практически из отходов собрано. Единственное, что это гладинка собрано на евровинтах, имеет определенную жесткость, и мы можем сделать, мы можем поставить вот эту циркулярку, я уже не помню как, сейчас уже сейчас 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 помню, мы ее устанавливаем вот так. Для того, чтобы она была ровна, нам нужно ее просто приподнять. или наоборот, слишком давно это было, последний раз на выезде, но однако вспоминать придется. Снимался кожух, все правильно, снимался кожух, и сейчас если мы снимем кожух, мы можем вот эту пилу установить непосредственно вот так. Она наставилась и с таким успехом работала. Но теперь уже здесь применялась линейка. Ничего не менялось, выключатель оставался на прежнем месте. Вот здесь устанавливалась линейка, которая несла функцию такую, что вот правило или рейку такую можно было работать. ей можно было работать. То есть можно было не только рейку попилить небольшой скоростью. и можно было что-то покровить типа небольшого ДСП. Вот для таких выездных работ такой установщик был нам ну прекрасный. Он был нам нужен. Вот так она у нас становилась. Здесь была еще подкладка. Здесь две подкладки были. Они лежат там где-то на полках. Вот таким образом здесь есть отверстия, в которые шурупы закручивались. И был готов вот такого перевозной переносной станок, который позволял работать ну и как пила, если там приходилось что-то листовое резать, и как циркулярка, которая могла дать возможность покровить листовой материал в небольших количествах изготовить, ну предположим, что-то в сауне, что-то в каком-то сарае сделать стеллажи и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот на этот раз мы заканчиваем. мы показали достаточно приспособлений, которые помогали нам и помогают. Они не не оставляем их в сторону, не разбираем, не выбрасываем. Они нам пригождаются. на этот раз мы заканчиваем. Оставайтесь с нами. Будет дальше, будет еще интереснее, потому что мы находим новые и новые наши приспособления, которые лежат в стороне, но иногда вспоминаются. До свидания. и Продолжение следует...